Всем привет! Сегодня я познакомлю вас с электрическим минивэном бренда Zikar. Меня зовут Яна, на связи компания Автотрейдер. Мы в Китае на очередной отправке автомобиля нашему клиенту. И это честный обзор на Zikar 009, четко и по факту. Поехали! Zikar 009 – это первый в мире полностью электрический минивэн с запасом хода более 800 км. Бренд Zikar был создан китайским холдингом Geely Auto в 2021 году специально для дорогих электрокаров. Zikar 009 – самый быстрый электрический минивэн в мире с разгоном до 100 км в час за 4,5 секунды. Модель Zikar 009 имеет две комплектации – VE и ME. Первая под названием VE оснащается батареей емкостью 116 кВт и обеспечивает минивэн дальностью хода в 702 км. Более дорогая версия получила название ME. Она оснащается аккумулятором на 140 кВт и запасом хода в 822 км. Это аккумуляторы нового поколения под названием CELINE. Им обещают возможные зарядки от 20 до 80% в пределах 30 минут. Вне зависимости от комплектации, Zikar 009 оснащается электромоторами на 543 л.с. Этот роскошный минивэн может разогнаться до 100 км в час за 4,5 секунды, а его тормозной путь, благодаря системе рекуперации, составляет всего 36,9 метров. Подвеска спереди двухрычажная, а сзади нагорычажная. Пневмоподвеска с регулируемым по высоте клиренсом. Версия ME позволяет поставить эффектные 20-дюймовые диски. Как видите, именно ME у нас сегодня на обзоре. В общей сложности 25 камер, сенсоров и датчиков. Из них 13 лидаров. Под лобовым стеклом находится видеорегистратор, который делает фото и видео как снаружи, так и внутри. Под капотом располагается небольшая ниша. Попасть в автомобиль можно тремя способами. Карта NFC, ключ-брелок и приложение на вашем смартфоне. Также есть очень интересная фишка при открытии и закрытии дверей. Это звуковое сопровождение. Я надеюсь, вам будет ее слышно. Очень впечатляет, не правда ли? Достаточно широкая дверная карта выглядит очень стильно. Выполнена из натуральной кожи Nappa с вставкой из глянцевого пластика, натуральная замша и ниже у нас пластик. По всему салону располагается 20 спикеров премиальной аудиосистемы Yamaha. Три ряда сидений, посадочная формула 2 плюс 2 плюс 2. Салон выполнен из натуральной кожи Nappa с вставками из глянцевого пластика. Стойки и потолок выполнены из натуральной замши. Руль чуть больше среднего, обшит кожей. Все кнопки у нас механические. За рулем находится Face ID. Регулировка механическая. Вот где сэкономили. И мне, как для девушки, достаточно тяжело дается регулировка. Торпеда, ближняя часть к водителю Nappa, дальше пластик. Но в принципе его незаметно. Ниже у нас вставка из глянцевого пластика с хромированной линией и подсветкой. Завершает все кожа Nappa. Центральная панель выполнена из кожи Nappa с вставкой из глянцевого пластика. На ней располагается беспроводная зарядка для вашего мобильного телефона. Два подстаканника, селектор КПП, который также обшит кожей. Здесь небольшая ниша, а также бардачок. Достаточно вместительная. Приборная панель для водителя размером в 10 дюймов. Также можно менять стиль отображения информации. Центральный дисплей размером в 15 дюймов. Управление всеми функциями автомобиля возможно только на планшете. Салон Zikar 009 выполнен в характерной для бренда стилистики. Его руль, главный монитор, селектор КПП и другие детали полностью заимствованы у шутинг-брейка Zikar 001. Кресла 009 по своей форме напоминают настоящие троны. Сидения первого и второго ряда обладают встроенной иммерсивной аудиосистемой Yamaha, функциями обогрева, вентиляции и массажа SPA уровня. А чтобы пассажиры не скучали, им доступен потолочный экран диагональю 15,6 дюйма. На дверях минивэна также есть экраны, с помощью которых можно настраивать температуру и открывать двери. На втором ряду есть атаманка для ног. Также для модели предусмотрены раскладные столики. Сверху находится сенсорная панель управления для открытия и закрытия дверей, а также управление панорамной крышей. На двери пассажира второго ряда расположена сенсорная панель управления стеклами, панорамной крышей. Также за часами находится дисплей сенсорный для управления всеми функциями комфорта пассажира. По левую руку пассажира располагается панель управления всеми функциями комфорта салона. Здесь вы можете отрегулировать положение сидений, включить массаж, подогрев, вентиляцию. По правую руку располагается подстаканник, подставка для телефона, а также раскладной столик. Очень устойчивый и прочный. В нижней части сидений пассажира заднего ряда есть небольшая ниша с зарядным портом Type-C. Также вы можете вывести информацию на основной дисплей с помощью флешки либо HDMI кабеля. Ниже находится ниша. Для пассажиров заднего ряда есть потолочный дисплей диагональю в 15,6 дюймов. Он открывается при помощи сенсорной кнопки. На нем вы можете смотреть фильмы и слушать музыку. Открыть дверь можно двумя способами. Либо дернуть за ручку, либо нажать нижнюю кнопку. Ну а если вы очень устали, вы можете при помощи всего лишь одной кнопки принять самое удобное положение для сна. Перейдем на третий ряд. И могу сказать, что я чувствую себя комфортно в роли пассажира третьего ряда. Очень маленькое расстояние до переднего сиденья, но очень большое до потолка. Пассажиров обделили практически всем. Здесь есть только подстаканник, разъем для зарядки Type-C. Из фишек могу отметить микрофон, который позволит водителю вас лучше слышать. Совершенно обычный багажник. Сюда поместится пару небольших чемоданов. Но если нужно перевести что-то большое, можете просто откинуть третий ряд сидений. Снимая кадры про багажник, я совершенно случайно заметила, что наклон спинки третьего ряда можно отрегулировать. Но это делается только из багажника. Что могу сказать в завершении? Я постаралась рассказать вам самую важную информацию касательно Zikr 009. И если честно, это мой новый фаворит среди минивэнов. Если у вас остались вопросы касательно этого автомобиля, пишите в комментариях под этим видео. Я постараюсь оперативно на них ответить. Ну а сейчас мы отправляемся на загрузку Zikr 009 для отправки нашему клиенту в Москву. На этом у меня все. Пока!